Вы смотрите канал Шопеншоу. Здравствуйте! Здравствуйте! У каждого из вас на кухне много ножей. Это необходимая вещь для приготовления пищи. Вы наверняка не раз пробовали резать ножом свежий мягкий хлеб, а спелые помидоры. Не каждый нож может с этим справиться. Нужно как минимум приложить усилие, чтобы отрезать хотя бы ломтик. Вид получается неприглядный. Ножи мнут, но не режут. Но если честно, Роман, я не вижу особых отличий. По мне, это обыкновенные ножи, но разве что цветные. Ну, раз для тебя нет отличий, то я предлагаю тебе небольшое соревнование. Перед нами на столе морепродуктов, овощи, зелень, мягкие томаты и свежий мягкий хлеб. Предлагаю тебе за 30 секунд проверить, кто из нас порежет больше продуктов, чей нож лучше с этим справится. Только ты будешь резать своим ножом, а я этим цветным ножом из нержавеющей стали. Ты согласна, Татьяна? Конечно, согласна, Роман. По рукам. По рукам. Что же мы будем резать? Мы будем резать огурец и яблоко. Да? Хорошо? Так. На старт. Внимание. Марш. Нашли? Поехали. Так. Ну, это привычно для меня резать огурцы. Да. И я их очень много уже перерезала в своей жизни, потому что очень люблю окрошку и салаты. Но обрати внимание, что огурцы нужно не просто резать, а надо резать их тоненько, чтобы их можно было выложить красиво на каком-либо блюде, понимаешь? Надо-то надо, Роман. Ну вот тоненько, с тоненько у меня пока плохо получается, если честно. Ну, смотри, я сейчас тебе покажу, как должно получаться с яблоком, потому что я уже перехожу к яблоку. Хорошо. Мало того, что я уже перехожу, я уже заканчиваю. Смотри. Ах, какой ты быстрый, Роман. Сейчас я покажу, какие тонкие ломтики получились, которые я вырезал этим ножом. Смотри, Татьяна. Ух ты, слушай. Ну, потрясающе. Посмотри, огуречка какую. Ну, конечно, сразу сравни с моими огурцами и ломтиками яблока, конечно. Разница очевидна. Да. Что ж такого в этих ножах особенного? Почему они гораздо лучше режут? Объясни мне, пожалуйста. Все дело в стали этих ножей. Холодная ковка, затем накаливание при температуре более 1000 градусов с последующим погружением в жидкий азот при 220 градусах ниже нуля. Такой процесс гарантирует желаемую прочность, гибкость и коррозийную стойкость металла, из которой выполнены лезвия этих ножей. Такая обработка, наточка лезвия в идеальном состоянии делает их такими прочными и острыми. В этом явные преимущества перед другими ножами. Ими легко можно нашинковать зелень, овощи, нарезать мясо, свежий хлеб, твердый сыр и фрукты. Самое главное, они долго не тупятся. В общем, это отличный помощник на кухне. Тем более, что здесь каждый нож в отдельности для отдельного продукта. Смотри, сейчас на каждом продукте покажу их в работе. Прекрасные ножи для ежедневной резки фруктов, овощей и мяса. Набор включает в себя 5 ножей. Это набор для резки хлеба, 2 поварских ножа, большой и малый универсальный нож и нож для очистки овощей и фруктов. Приступим сначала к ножу, длина которого 33 см, для резки хлеба. Прекрасно. Хлеб режется очень легко, быстро. И самое главное, что можно нарезать очень тоненькими ломтиками. Заметь, что это хлеб свежий. То есть, означает, что простым ножом ты бы так не отрезал. Хлеб бы измялся, но не нарезался. А я делаю это легко и просто. Этим ножом я хочу тебе показать его остроту. Что можно сделать еще? Я тебе очищу томат. Давай, помидор. Замечательно. Сейчас я это сделаю. Ты просто на этом примере сразу поймешь, что это за нож такой. Какое-то чудо. Ты посмотри, без каких-либо усилий я просто... Очень тонко получается очищать помидор. И шкурка тоненькая, качественная. То есть, раньше вы это делали просто долго, медленно. Да. Сейчас мы переходим ко второму ножу. Это большой поварской нож. Я ему обычно режу мясо или рыбу. Сейчас я покажу в работе, как он режет колбасу. Начнем сначала с вареной колбасы. Синий нож предназначен для рыбы или же мяса. Да, он большой. И вот очень удобно ему нарезать вот эту колбасу, например. После вареной колбасы, я думаю, что надо показать тебе, как можно еще сделать сырокопченую, потому что у них совершенно разная плотность. Да. Давай посмотрим на такую колбаску. Сейчас мы это увидим. Сейчас сравним, как получится. Ну что ж, получается, по-моему, прекрасно. Легко. Без каких-либо усилий колбаса превращается в нарезанные ломтики. Приятного аппетита. Так и хочется сказать. Я бы сейчас, знаешь, что сделал? Я бы сейчас еще разрезал на такие ломтики. Маленькие, да? Маленькие, да. Например, для окрошки или оливье. А я бы даже лучше залил все на сковородочку и сделал небольшую яичницу. Отличная идея. Я обожаю это по утрам. Итак, Татьяна, я предлагаю перейти к третьему нашу ножу. Это малый поварской нож. Я его использую для шинковки, например, овощей и фруктов. Сейчас мы нарежем перец. Легким движением руки перец разрезается на две части. Вырезается сердцевинка. После чего мы его начинаем нарезать. Я смотрю, ломтики получаются очень тонкие и качественные. Таким ножом делать это уже легко. И аппетитные. Все? Вуаля, все готово. Этот нож 28 сантиметров. Для овощей и фруктов. Ну и мы переходим к нашему четвертому ножу. Это сервисный нож, которым можно резать, например, яблоко. Смотри, мы переходим к яблоку. Легко. Это такой универсальный нож. Универсальный сервисный нож, которым можно делать очень многие вещи. Яблоко режется легко. Да, очень легко. Тоненький ломтики. Я даже не напрягаюсь. Я предлагаю для разнообразия показать, как это можно еще нарезать. Например, зелень. Давайте возьмем петрушку и укроп. Интересно. Очень-очень мелко получается. Так весело, задорно. Буквально за несколькие секунды можно уже приготовить небольшой салатик. Да. И все благодаря этим ножам. Длина этого ножа 22 сантиметра. Татьяна, я предлагаю перейти к пятому ножу. Это нож для очистки фруктов и овощей. Длина его 19 сантиметров. Я почищу картофель, а ты почистишь апельсин. Только сначала я. Хорошо. С удовольствием. Да, у тебя это получается очень легко. Да. И очень быстро. Быстро, что самое главное. Картофель теперь чистить одно удовольствие. Больше всего мне нравится то, что ножи такие яркие, красочные. Да. Их не потеряешь на рабочем столе, я думаю. Это очень удобно. Раскрасти мир в яркие, красочные ножи. Татьяна, я уже все. Пора с вами подходить к апельсинов. С удовольствием. Ну что, я попробую. Не знаю, как у меня получится, так ли, как у тебя. У тебя получается очень прекрасно. Мне нравится. Я всю жизнь смотрел бы, как ты чистишь апельсины. Ты как эксперт. Что скажешь? Прекрасно. Получается. Слушай, и достаточно быстро. Быстро, быстро. Буквально 10-15 секунд, и апельсин уже почищен. И не нужно его очищать теперь руками, когда есть такие ножи. Да. Нож для очистки овощей и фруктов. 19 сантиметров длиной. В общем, ножей много, но они значительно упрощают вариант готовки. Да и веселый дизайн радует глаз. Роман, ты меня убедил. Тем более, что они очень мило смотрятся. Яркие, цветные, на оригинальной подставке. Мне кажется, они будут отличным дополнением на любой кухне, привлекая к себе внимание. У меня вечная проблема. Я теряю ножи в отделениях, вилок и ложек. А тут яркий дизайн, и они идут сразу на подставки. Лично для меня это очень удобно. А цена тоже вполне привлекательная. 1290 рублей. Я бы такие ножи подарила своей маме. Она любит практичные вещи в оригинальном дизайне. Спасибо, Роман. Сюда, пожалуйста. Прекрасные цветные ножи на подставке с покрытием лезвий нон-стик. Предназначены для ежедневной резки фруктов, овощей и мяса. Набор включает в себя 5 ножей. 2 поварских ножа, 32 см и 28 см. Нож для хлеба, 33 см. Сервисный нож, 22 см. И нож для чистки овощей, 19 см. У каждого из них ручка из термопластика и легко очищаемая поверхность. Работать с такими ножами на кухне одно удовольствие. Порадуйте себя таким удачным приобретением. Тем более, по такой привлекательной цене. 1290 рублей. Телеканал Shop'n'Show думает о вас. Оставайтесь с нами. Впереди еще много интересных и полезных вещей. Цена Shop'n'Show 1290 рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова